Раньше использование грилзов в эстетической стоматологии преследовало две цели. Скрыть сломанные передние зубы и продемонстрировать богатство и статус. Сейчас это атрибут определенного стиля, который может быть сделан не только из драгоценных материалов и золота, но и из металла, а стоимость его варьируется от 300 тысяч рублей до 6 миллионов. Рэперы активно покупают и надевают эти нестандартные ювелирные изделия. Однако все чаще и чаще появляются новости о том, что тот или иной музыкант отказался от ювелирки на зубах. Вот про таких-то мы сегодня и поговорим. С вами канал Оби Ва Би Пи Эм. Мы начинаем. Поехали! Рэпер Асап Рокки нередко удивляет аудиторию смелыми модными экспериментами. К тому же он любит и носит самые разнообразные украшения. Один из его постоянных атрибутов — грилзы, ювелирные накладки на зубы. Сейчас музыкант пополнил свою коллекцию грилзов новой парой. Они выполнены из белого золота, инкрустированы множеством маленьких бриллиантов и украшены настоящими цветами, залитыми в прозрачный полимер. Автором необычного украшения стал японский дизайнер Тецуэ Акияма и его бренд — Grills Jewels, который специализируется на производстве грилз. Марка Grills Jewels создает не только грилзы. В ее ассортименте есть цепи, перстни и крупные подвески в хип-хоп эстетике. К созданию грилзов Акияма подходит изобретательно, внедряя в украшения элементы из фарфора, крупные драгоценные камни и делая гравировку. Но такие изделия довольно тяжело носить, и поэтому американский рэпер решил отказаться от такого удовольствия, и сегодня все чаще показывается на публике с белоснежными зубами. Установка грилзов может нести риски для здоровья и требует подготовительных процедур, предупреждают врачи. Цитата. С грилзами нужно быть аккуратными, потому что неправильно подобранные варианты могут повлечь серьезные последствия для здоровья полости рта, отмечает врач-стоматолог и генеральный директор сети Фактор Улыбки Олег Кущ. Многие звезды, прежде чем надевать аксессуар, проходят ряд подготовительных процедур. Выравнивание зубов с помощью брекет-систем или установку виниров. Обычно грилзы делают на заказ у ювелиров по индивидуальному слепку зубов. Это самый безопасный, но не самый бюджетный вариант. Грилзы могут быть как штампованными украшениями, так и произведениями ювелирного искусства. Попроще и подешевле продаются на eBay, AliExpress и Amazon. Самыми дорогими экземплярами обзаводились рэперы Трэвис Скотт – 25 тысяч долларов, Кодак Блэк – 500 тысяч долларов, Лилуэйн – 150 тысяч долларов, Канни Уэст – 60 тысяч долларов и Куэйво – 300 тысяч долларов. Среди российских артистов грилзы установили себе Моргенштерн, Который потратил на них 3 миллиона рублей, Егор Крид, которому грилзы на зубы крепил любимый ювелир рэперов Дрейка и Тимоти, А также Элджей, заказавший украшения из Апала. Установить грилзы можно на обе челюсти, на одну или на несколько зубов. По словам Егора Крид, установившего себе украшение на нижнюю челюсть, с полным ртом бриллиантов невозможно разговаривать, а тем более читать рэп. Он, кстати, снял свои грилзы в прямом эфире Вечернего Урганта, наглядно показав, что с ними довольно трудно существовать вне рэп-клипов. А можно я это надену вот сюда? Моргенштерн также буквально вчера сделал себе новые зубы, и грилзы ему теперь ни к чему. Новой улыбкой он хвастался в своем инстаграме, где практически в прямом эфире ему создавали белоснежный ряд зубов. Ну что, господа, вот и настал этот момент. Момент. Прощаемся с моими маленькими желтыми зубами. Пока. Пока. Начинаем. Приветикс. Я сегодня не приеду, потому что от наркоза отхожу. Вот и зубы сделал, а? А? Ха. В общем, наличка у меня. Чуть-чуть попозже увидимся. Все, давай. Брат, это такая красотища, еб***ься. Вау. Вот же оно. Вот же оно, блядь. Самое дорогущее лицо на сцене. О, блядь. А? А? Ха-ха-ха. Вау. Ох, блядь. Ох. 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 Это я вообще? Ох. Блядь, какой красивый. Вау. Это я. Я, наверное, теперь буду вот так разговаривать всегда. Ха-ха. Ха-ха. В общем, ну вообще зубы мы еще вчера поставили. Просто выложить решили сейчас. Ха-ха. Ха-ха-ха. Эм. Блядь. Что это такое вообще? Я, блядь, не могу перестать охуеть. Это вообще человек существует. Он из нашего мира. Он реально живет в этом, ну, на этой планете. Такой красивый. Охуеть. В общем, я вчера 9 часов лежал под наркозом. Мне точили зубы мои. Это вот пластик пока примерочный. Эм. Пиздец. Смотрю на себя и забываю, о чем хотел сказать. А, в общем, вот. Завтра Леха, который отвечает за эти зубы, вот тут вот. Он будет рассказывать, как это все проходило. Как меня подняли в наркоз. Покажет, как все пилили. Покажет зубы эти ужасные, обточенные. БАК. Вернемся на запад. Там от грилзов отказалась целая плеяда звезд. Недавно 21 Savage потряс мир хип-хопа своим новым видом. В том числе идеальной белой улыбкой. Рэпер из Атланты хвастался золотыми зубами с тех пор, как в 15-м году попал на рэп сцену со своим дебютным микстейпом The Slaughter Tape. У 21 Savage не было грилзов, украшенных бриллиантами, как у его коллег по рэпу. Его зубы были немного более старомодными. Прямые золотые пластинки на верхней и нижней челюстях. Гуччи Мэйн также годами носил золотые грилзы. По сути, это было часть его фирменного образа, сопровождаемого татуировкой с мороженым, которую он набил на лице примерно в 2011 году. В наши дни ни зубной аксессуар, ни чернила на лице не видны на рэпере, ставшим руководителем звукозаписывающей компании. После того, как Гуччи был освобожден из тюрьмы в 16-м году после трехлетнего заключения по федеральным обвинениям в хранении оружия и наркоторговли, его внешний вид сильно изменился и стал отличаться от того, что мы видели до его задержания. У него появилась яркая белая улыбка, полная зубов. Ходили даже теории, что глава 1017 Records мог быть заменен клоном. Это, конечно, шутка, но новый образ рэпера поражал. The Baby был также известен своими грилзами, которые сверкали на многомиллионную аудиторию. Уроженец Северной Каролины в 2019 году потратил около 20 тысяч долларов на свои зубы с бриллиантами VVS, сделанные ювелиром Джонни Дэнк & Co. в Хьюстоне. Перенесемся в 2020 год и увидим, что генеральный директор Billion Dollar Baby Entertainment снял ювелирку со своих зубов и теперь показывает всему миру безупречную белую улыбку. А на сегодня у нас все. Знаете ли вы еще музыкантов, которые отказались от грилзов? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok